Эти ребята только прибыли с Северного полюса. Трое школьников из Алтайского края смогли туда попасть благодаря проекту «Ледокол знаний». Полина Ясько и Виктория Бочарова прошли из-за участия в программах «Сириуса». А вот Михаил Новосельцев через общий конкурс, где было 15 тысяч заявок. Он смотрел вебинары, участвовал в викторинах и решал задачи. На Атомном ледоколе ребята были без мобильной и интернет-связи 10 дней. Они слушали лекции, участвовали в мастер-классах и играх, а также посмотрели кино и познакомились с научными разработками из разных сфер. А по прибытию на Северный полюс танцевали и фотографировались. На обратном пути заглянули на землю Франца Иосифа, где увидели птичий базар. Это очень удивительное место. Когда ты туда подплываешь, ты видишь большую-большую скалу, и вот вокруг нее летают какие-то маленькие точки. А когда подплываешь ближе, видишь вот скала, а на ней всякие уступы. И вот на них сидят прям вплотную друг к другу птицы и стоит просто дикий крик вот этих прекрасных животных. Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» провели уже в пятый раз. В общей сложности участники преодолели свыше тысячи миль. Притом в этом году среди основного состава из 63 школьников были иностранные гости. Например, из Индии, Китая, Венгрии и ЮАР. Не исключено, что в следующем году повезет и другим маленьким жителям Алтайского края. Данил Кузнецов, Андрей Печеркин. День с толком.